Генерал Наполеонской армии, сейчас исполняет роль маршала Нее. Еще буквально несколько минут и он поведет за собой более ста человек. Олег Соколов знает, как с точностью воспроизвести любое сражение. Он и есть основатель военно-исторической реконструкции Березина. У нас было вначале пять человек, а теперь нас стало, как видите, многие-многие тысячи. Если учитывать все эпохи, то в России, Беларуси и Украине находятся буквально 80 тысяч реконструкторов на все эпохи. На Брелевском поле сотни людей из Беларуси, России, Франции, Польши и стран Балтии. Для кого-то это первое сражение. Новичкам обычно отводят роль барабанщика или пехотинца. Самые опытные надевают генеральскую форму и седлают лошадь. Реконструкция действительно историческая. Столько кавалеристов в последний раз здесь видели, разве что в 1812-м. 120 всадников вот-вот ринутся в атаку. Это самое массовое сражение кавалерии, которое когда-либо разыгрывали на Березине. Кровь в жилах, признаются. Реконструкторы стынет, как перед настоящей схваткой. Ведь никто не знает, как она закончится. Сценария попросту нет. Опять охват французской тувалерии. Никакого плана. Все, что имеют враждующие стороны. Это оружие и человеческий ресурс. 400 человек. Стратегия рождается на поле боя. Солдаты пытаются занять удобные позиции, чтобы дать залп из пушек. На дно орудия выделяют от 10 до 15 человек. Наибольшие потери врагу наносят именно из пушек. С 500 метров ядро с легкостью разносит 40-сантиметровую кирпичную стену. Для сомкнутых рядов пехоты и конницы страшнее оружия не придумаешь. Артиллерия могла действовать не только ядрами, стрелять, но могла стрелять также еще и к артечью. И выстрелы к артечью в упор, собственно говоря, были настолько смертельны, что стоящие в полный рост солдаты ничего не могли сделать и никак не могли защититься. Ядра прорубали целые коридоры. Затем в атаку идут пехота и конницы, но и в этом случае стороны обмениваются плотным огнем. Уже из мушкетов холодное оружие обнажали редко. Солдатам проще было перестрелять друг друга, чем идти в штыки. Примерно из 20 погибших только один умирал от колото-резаного ранения. 200 лет назад здесь полегло народу, мягко выражаясь, много. Ведь многие там вмерзли в лед и замерзли насмерть. Итог 1812 года известен. 205 лет назад императорская армия окружила французские войска, чтобы окончательно их уничтожить, но Наполеону все же удалось спасти остатки некогда великой армии. Потери огромные. 50 тысяч павших против 8 тысяч. Считается, особенно в советской историографии, что после этого французская армия перестала существовать. Это не вполне так. Французская армия продолжила существовать. Тем более того были еще крупные сражения на территории тогдашней Российской империи, например, под Вильнюсом. Но тем не менее, в моральном плане, это был тяжелый удар по великой армии. Сражение стало настолько знаковым, что во французском языке появилось новое слово «березина», означающее «крушение всех надежд». Такое же название и у реконструкции, но теперь «березина» скорее дарит надежду, что когда-нибудь военную форму будут надевать, лишь чтобы почтить память погибших. Андрей Александров, Денис Ткаченко. Наши новости ОНТ. Продолжение следует...